Продолжение следует... 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 что такое гамлет у шекспира большому счету это вполне себе такие весьма нехорошие криминальные разборки верхушки датского королевства такой омерзительный достаточно криминал что такое преступление наказания достоевского совершенно отвратительная маргинальная история какого-то студента который там убил двух старушек потом там еще более убогая вот это все вот но там гений достоевского был в том что он сумел так повернуть эту маргинальную историю что она заиграла какими-то новыми гранями для того времени проблема не в том что значит такая вот телевизионная попса она не пускает куда-то арт-хаус до проблема в том что общий уровень мейнстрима да он крайне низкий да просто это просто плохого качества как правило да это не проблема в том что нельзя есть пельмени пельмени чудесная еда если они в общем нормальные свежие и неискошательно их надо по-нормальному готовить и все будет хорошо как бы да и никто не говорит что только они должны быть у нас проблема в том что пельмени плохие а плохие они в силу того что невыгодно делать хорошие на сегодняшний день у нас такое количество каналов в россии и мы берем региональные да ты сказать и федеральные такие сики и цифровые что одновременно где-то по моему цифру я такую слышал порядка 72 вот сегодня до сегодня по всей стране показывается 72 примерно сериала каждый день происходит да это бизнес на настоящее время бизнес такой не насытившийся да еще не выявшие всю свою аудиторию и он попал в руки бизнесменам которые рассуждают очень просто зачем мне делать на 5 баллов если я сделаю на тройку а деньги получу те же самые зачем мне больше вкладываться у них нет такой вот ответственности перед потребителями зритель тот же самый он в общем все таки может выбрать выбор есть и можно выбрать и в программе телевизионный что-то что-то смотреть что-то не смотреть есть огромное количество разных телевизионных форматах на dvd в интернете да не нравятся наши все эти вот менты которые действительно их очень много да не просто расклонировались по всем каналам нет проблем смотри американские сериалы да там есть те которые вершина такого вот творчество такие например как безумцы да вот идут там ни одного выстрела история там развития рекламного агентства они получают все премии сейчас если тебе лень да или ты не хочешь тратиться на этот поиск да ну тогда есть что дают не всегда высокое качество сериалов на телевидении лишь верхушка айсберга современной литературе и кинематографии тенденции прослеживаются те же самые национальная кинематографическая премия ника будет вручаться 31 марта но уже сегодня киноакадемики назвали имена обладателей двух почетных наград за честь и достоинство и за вклад в развитие процветания из киноискусства ими стали людмила гурченко и юрий нарштейн в то время как автор шинели и ежиков тумане которых знает весь мир юрий нарштейн получает очередную награду за вклад в мировую мультипликацию молодое поколение следит за событиями которые происходят популярных реалити-шоу будущее зависит от меры таланта и самоотречения тех людей которые готовы этому делу служить которые готовы делать это дело не только за те блага которые она дает да то есть я иду вот в это направление и очень хочу быть богатым знаменитым чтобы меня девушки любили да а если она мне не дает ничего вот этого это направление то я немедленно его придаю да ты сказать и ухожу в какое-то другое более конъюнктурное при такой постановке вопроса значит развивается трудно да потому что есть направление которое требует служения надо настолько любить само дело а не результат который она дает чтобы служить ему невзирая и несмотря они как сказать обречены на положение шнырей да вот посмотрите вы на нашего нарштейна до знаменитого мультипликатора да с одной стороны вроде как гений да потому что все говорят тут там великий шаман потому что там ежик в тумане не ежик в тумане шинель да а вот ну посмотрите как в чем в чем во что он одет на его туфли на часы решны понимаете то есть с точки зрения от критериев совре успешности вот которыми оперирует допустим современная молодежь он абсос просто вместе со своим ежиком который в тумане и и государство в этом смысле она вообще так отстранилась и вот в стороне стоит как бы да а это очень плохо потому что есть критерии которые обязаны задавать элита и которая должна очень четко формулировать определенные принципы которые заключается в том что нарштейн он по определению круче и ксении собчак это не обсуждается но мало того что это не обсуждается это еще должно быть ясно в том числе и молодым да почему это так а молодежь посмотрит только нет только вот этот вот ну он он мне меня чему-то может научить вот в этих вот стоптанных своих говнодавах мы издали календарь который продался тиражом больше ста тысяч экземпляров с полуобнаженными студентами журфака ну я бы не назвал их полуобнаженными ну ладно полу раздет скажем так ну они были в белье ну кое-что с них было снято кое-что с них было снято знаменитая фотосессия для календаря полуобнаженных студенток журфака мгу преподавателя журфака с пбгу константинова нисколько не шокирует и не удивляет главное считает он знать что уотергейт это не вид лекарства и не фамилия президента сша хотя именно такие ответы все чаще слышит андрей константинов от своих студентов они не успевают читать а единственное что развивает мозг это чтение только чтение больше ничего потому что если вы читаете какой-нибудь роман художественный да не знаю три мушкетера то вы себе внутри в голове снимаете свое кино вы свой фильм снимаете вы представляете как они выглядят как они двигаются да вы такую режиссерскую работу делаете а если вы экранизацию трех мушкетеров посмотрите да эту работу сделали за вас ваш мозг просто релаксирует как раз в телевизионной журналистике чуть лучше ситуация потому что проще стать там узнаваемым лицом там да там и попробовать поторговать им самая тяжелая ситуация в журналистике пишущей потому что если начало 90-х годов очень много звезд было допустим в этом направлении журналистики то сейчас достаточно мало новых имен они трудно становятся какими-то кумирами да они трудно становятся людьми такими вот звездами на в кавычках говоря и уж тем более эта звездность не распространяется на их кошелек вот есть такая проблема есть такая опасность она не фатальная потому что фатального в мире вообще мало чего бывает даже когда гаснет костер то до тех пор пока последняя искорка не погасло да все еще можно в принципе запустить по новой сейчас нет ощущения что большое пламя да сейчас в общем то гаснет он но хорошо тлеющих углей еще достаточно много еще раз говорю что здесь бесполезно ждать от этого рынка что он как-то само отрегулируется государство должно рано или поздно понять что это особая сфера которой нужно уделить достаточно серьезное бережное осторожное но обязательно государственное внимание потому что телевидение и сфера сми это не только развлечения не только информация это во многом формирующие во многом воспитательная функция да поэтому эта сфера такая идеологическая вне зависимости от наполнения можно говорить у нас нет идеологии но отсутствие идеологии это тоже своего рода до идеологическое воздействие которое осуществляется и оказывается у нас на сегодняшний день государства ну практически отстранилась от этого нет комплексного нормального подхода нет понимания того каким должен быть баланс вот того что предлагается народу на потребление из-за этого крайне серьезное положение со знаком минус и в кинематография и в целом на телевидении то что происходит следствие готовится объявить бориса березовского заказчиком убийства журналисты анны политковской в сентябре накануне пятилетней даты гибели анны политковской коммерсант публикует сведения о том что убийство обозревателя новой газеты заказал борис березовский на день рождения владимира путина пока либеральная общественность рассуждает о беспределе константинов уверенно заявляет в сфабрикованности этого дела есть миф об опасности журналистской профессии это конечно миф я могу сказать что в абсолютном большинстве случаев гибели журналистов это либо была ситуация но от грубейших нарушений правил безопасности либо когда журналист начинал заниматься не только журналистским делом если вы с большинством взрослых уже там журналистов поговорить и да то в общем все на эту проблему смотрят примерно одинаково что все-таки не стоит сочетать одно с другим понимаете примерно то же самое как вот у нас бывали случаи там идут марши несогласных и там пострадали от действия омона там журналисты какие-нибудь да давайте дальше разбирать пострадали те которые свою работу выполняли или пострадали те которые будучи журналистами участвовали в самом мероприятии на эти разные немножко вещи так вот чаще оказывается да что участвовали да еще и удостоверение с собой допустим не взяли а почему не взяли потом спрашиваешь там да вот а интересно было значит написать репортаж о том что с тобой произойдет когда тебя доставят в участок секунду так и тогда другая история тогда ты сам этого всего хотел как бы да то есть ну ты же мог по-другому как-то и вести себя да и как бы и был бы на другой результат бороться за правду дело хорошее но с моей точки зрения журналист он выполняя свою работу должен быть нейтральным и в общем немножко отстраненным да от предмета своего журналистского исследования ну как хирург понимаете вот если он режет больного да то наверно не надо чтобы он ему сочувствовал в этот момент и жалел его плакал бы над ним и говорил тебе не больно милый я бы не хотел к такому хирургу попасть на то что это идиот какой-то он от своих эмоций от своих страданий и сострадания сейчас зарежет этого больного у него от жалости руки трясутся не надо чтобы руки тряслись надо чтобы они здоровые были чтобы он спокойно профессионально его зашивал что если журналист он одновременно правозащитник с горящим сердцем да то он эмоционально окрашивает свою работу никакого беспристрастного разбора ничего не получается я в этом смысле так считаю что вот это такая вот штука как раз и если мы говорим как раз а вот о правилах безопасности то зачастую вот знаете вот в расследованиях на сталкивались чем да если ты просто разматываешь какую-то историю то достаточно редко это вызывает желание там с той стороны там как-то отомстить там да там наказать еще что такое а вот если ты разматывая и потом начинаешь писать и начинаешь оскорблять при этом человека да тут другая история потому что одно дело ты пишешь там гражданин такой-то украл три вагона апельсинов ну как бы да там и свою работу делаешь да он там свою воруя а если ты пишешь гражданин такой-то украл мало того что он украл три вагона апельсинов так он еще маленький толстый лысый со слюнявыми губами и похотливыми глазами вот тут у него обязательно возникнет желание за вот это все дело чтобы вас подъезде встретили с бейсбольной битой и переломали колени не за то что он украл эти вагоны а за то что его любовница прочитала и хихикала понимаете вот а люди очень часто романтизируют и думают что все как в кино да такой вот юноша с горящими глазами хочет правду значит найти и злодеи там идут по его следу это кино вот жизнь немножко по-другому